Спасибо за представление, но я хотел начать вот этот первый слайд, показать тут фамилии с авторов, перечисленные, во-первых, которым, конечно, признательность большая, и во-вторых, фигурирует в названии сравнения Пелемумаба и Нивелумаба, спрашивается, почему, но тут ответ понятен, что с одной стороны накоплены данные за уже достаточное количество лет, во-вторых, какой-то настал момент, может быть, даже водораздела, то есть вот до этого момента мы в основном об этих препаратах говорили, теперь накапливаются новые препараты, и может быть, через год или через два, если речь пойдет о гормоноассоциированных осложнениях, то вполне возможно, что можно будет проводить сравнение с тем этапом, который сейчас, если не заканчивается, продолжается, а новые препараты, они, может быть, дадут новую пищу для размышлений, и, наконец, в заглавии есть такие слова, как внешние свои данные, под внешними мы понимаем в данном случае зарубежные, потому что, на самом деле, публикации раньше, во-первых, начались, и многие из нас на них ссылаются, и на них учились, а что касается собственных, то речь пойдет и об отечественных других сообщениях, и о некотором опыте нашего центра. Ну, вот если говорить о работах 2016 года, к тому моменту уже сформировалось представление о том, что между препаратами, которые действуют на систему CTLA-4 и на PD-1 имеются различия, потому что видно, что, например, эпилимумаб чаще вызывает, допустим, гипофизиты, а неволумаб – тиреоидные осложнения. Вот, и также можно сказать, что ему присущи, то есть неволумабы, хотя это очень редко, на наш взгляд, аутоимонный так называемый адреналит или надпочниковая недостаточность, пока мы об этом не говорили, а если речь идет о комбинациях, комбинации тоже различаются, это как раз как бы сигнал в будущее, потому что вы, если посмотрите внимательно, то комбинации эпилимумаба и неволумаба, она чаще вызывает тиреоидные осложнения, чем, например, комбинация эпилимумаба и пембролизумаба, то есть накопление материала предстоит еще делать. С другой стороны, если о надпочниковой недостаточности мы говорим, то вот есть работа отечественных эндокринологов московских, которые обратили внимание на то, что адреналит или, в общем, воспаление надпочников, скажем так, возникающие на фоне приема ингибиторов контрольных точек иммунного ответа, не следует путать с так называемым аутоиммунным полиглундулярным синдромом. Выделяется его три типа. Это первый тип – аутоиммунная надпочниковая недостаточность в сочетании с гипопаратериозом, кандидозом кожи и слизистых оболочек. Потом синдром второго типа, когда сочетается с тиреопатиями или сахарным диабетом, преимущественно первого типа. А третьего типа – это комбинация различных аутоиммунных и неэндокринных заболеваний. Это вообще, видимо, редкость, но все-таки об этом надо помнить и, опять-таки, обращаться, может быть, к эндокринологам для обсуждения ситуации. Теперь, если мы продолжаем внешнее, то вот перейдем от 2016 года к 2019 году. Есть хорошая работа, которая основывалась на описании клинических случаев. Там было примерно 450 случаев с эндокринными проявлениями, и авторы пришли к выводам, но это можно было и раньше посчитать, что вовлечены пять желез внутренней секреции, внутренней секреции, и возникает 12 эндокринопатий. Но это может быть, в общем, число уменьшено или увеличено. Важно понимать, что проявления могут быть разнообразные. Здесь говорится о гипофизе щитовидной железе, опять-таки, надпочниках. Они говорят, что поражение поджелудочной железы, хотя диабет – это не всегда только поражение поджелудочной железы, и околощитовидные железы – это преимущественно гипопаратиреоз. И вторая группа исследований 19-го года, то есть публикации 19-го года, она основывается на анализе клинических исследований. Там было описание отдельных клинических случаев, а здесь клинических испытаний. И вот здесь они собрали примерно 125 публикаций и показали, что всё-таки вот в таком случае наиболее часто возникают тиреоидные проявления. А то, что уже сегодня говорилось, ингибиторы PD-1, они сопряжены с большей частотой эндокринно-ассоциированных осложнений, чем ингибиторы PD-L1. То есть это мы, так сказать, уже знаем из предыдущих публикаций. Здесь идёт обобщение. И теперь вот важно, что когда речь идёт о отдельных препаратах и о комбинациях, здесь тоже наглядная работа Чанга 19-го года, из которой следует, что гипофизит, ну это повторяет то, что мы раньше сказали, что гипофизит всё-таки по-прежнему чаще выявляется у препаратов даже при монотерапии, которая является анти-CTЛ-4 препаратами, нацеленными на эту мишень. Вот эта картинка сегодня показывалась. Она подтверждает то, что и отечественные авторы публиковались по этой тематике, но в данном случае вот эта работа из, в частности, Российского онкологического научного центра и ряда других московских клиник, но они опирались на обзор МИШО 2016 года, из которого следует действительно, что эндокринные нарушения, вот они зелёненькими кружочками показаны, они, так сказать, по своей частоте при ПД-1 ингибиторах наблюдаются чаще, это обобщение было раньше сказано, чем ингибиторы ПДЛ-1. Ну и примерно частота эндокринных гормоноассоциированных усложнений, хотя это зависит от класса препарата, наблюдается примерно у пяти от того, о каком препарате идёт речь. И вот здесь вот есть такая информация, опять-таки, вот эта отечественная работа, там есть и морфолог доктор Савелов, который вот интересуется как раз маркёром, который называется СПС, и описывал его тоже. Но здесь речь шла о том, что когда развивались на фоне приёма неволумаба-тереоидные осложнения, то была корреляция с достижением объективного ответа. То есть у них получилось так, что у всех трёх пациентов не так много, но тем не менее с явлениями гипотириоза, что подтверждалось клиникой и лабораторными данными, наблюдался выраженный объективный онкологический ответ. Мы ещё к этому вернёмся. Вернёмся сейчас, просто хочу на то обратить внимание, что и отечественные авторы об этом говорили тоже. И вот работа Галины Юрьевны из авторов 16-го года, где речь шла преимущественно о использовании комбинации эпилемумаба с неволумабом, и частота как раз при комбинации возрастала, это теперь хорошо известно к 19-му году, а упоминались, когда акцент делался на монотерапии эпилемумаба, гипофизит, надпочниковая недостаточность, а в комбинации усилилась доля тиреоидных. В последние годы, значит, помимо того, что речь идёт о связи тиреоидной патологии с предшествующей аутоиммунной тиреоидной патологией, я вчера обещал, что мы немножко поговорим об антителах тиреоидной пероксидазии. Да, это важный момент, потому что гипотиреоз может часто возникать на аутоиммунной подкладке, и если пациент или пациентка являются носителями высокого титра антител в тиреоидной пероксидазии, то прежде всего надо действительно контролировать и следить за ТТГ, потому что титр антител может быть высоким, но если уровень ТТГ в пределах нормы, то это ни о чём плохом не говорит. Но это как бы всё-таки сигнал, что может развиться гипотиреоз, и тогда потребуется реакция. Кроме этого, теперь достаточно часто говорится о диабете, хотя на практике мы его не так часто видим, но тем не менее, если мы раньше говорили о диабете первого типа, то есть это такой действительно аутоиммунный, связанный с выключением функции бета-клеток, то теперь говорят, что и встречаются случаи типичного сахарного диабета второго типа. И, то есть, возможно, гетероген в течение механизмов развития диабета. И, конечно, те люди, которые с этой группой больных имеют дело, они, естественно, должны помнить, что сахарный диабет первого типа и сахарный диабет второго типа по-разному ведутся, потому что при сахарном диабете первого типа всё-таки чаще мы прибегаем к инсулинотерапии, то есть, как правило, прибегаем. И там выявление сахарного диабета первого типа основано на поиске антител против бета-клеток, антител к декорбогосилазии глютаминовой кислоты и очень важно на снижении концентрации С-пептида. Значит, есть такая штука, которая называется проинсулин, она в процессе образования инсулина расщепляется на инсулина, на С-пептид, и если концентрация С-пептида снижается, то это уже сигнал о том, что пациент или пациентка, возможно, сдвигается в сторону сахарного диабета первого типа. Второе, на что хотел бы обратить внимание, это не так часто бывает, но всё-таки бывают случаи несахарного диабета, это проявление гипофизарной патологии, по сути дела аутоиммунной, связанной с разрушением клеток, продуцирующих антидиуретический гормон или аргинин вазопресин, который накапливается в задней доле гипофиза. Мы обычно, когда говорим о гипофизите, то часто выпадают гормоны передней доли гипофиза, и тогда это проявляется гипогонодизмом, снижением функций надпочечников, снижением тиреоидной функции, но это больше присуще, естественно, передней доле гипофиза. А проявление несахарного диабета – это жажда, усиленная моча и спускание, низкий удельный вес мочи и при этом нормогликемия. В этом, конечно, основное отличие от сахарного диабета. И препараты, которые используются, конечно, другие. Это минирин или десмопресин, это таблетки, и адиуретин – это капли. Реже встречается гипопаратириоз, то есть снижение функции околощитовидных желез, проявляется гипокальцемией, низким содержанием в крови паратиреоидного гормона, могут быть мышечные судороги, онемение пальцев и так далее. Вот видите, что эти работы 2019 года, практически все, которые показываются, или 2018, то есть идет накопление материала. И еще два момента, прежде чем показать результаты некоторых наблюдений нашего центра. Первый из этих моментов – это поиск ответа на вопрос, есть ли связь возникновения эндокринных, нежелательных явлений в результате приема тех препаратов, о которых мы говорим, с противоопухолим эффектом вот этих ингибиторов, контрольных точек иммунного ответа. Но мы как бы сегодня говорили, не только я, по-моему, Анна Игоревна говорила коротко об этом, что вот есть корреляция, я ссылался на одну из отечественных работ. На самом деле, во-первых, можно сослаться на известные факты такого рода, что, например, эндокринно-ассоциированная токсичность на других препаратах не обязательно на ингибиторах контрольных точек иммунного ответа, она тоже может, в принципе, сочетаться с успешностью гормона, а может быть, и химия, и таргетной терапии. Но типичный пример, которым неизвестен, это тамоксифен. Потому что, если у пациенток развиваются приливы, что является как бы с позиции пациентки нежелательным явлением, на самом деле, такие пациентки лучше на препарат, то есть на тамоксифен отличают. Не как правило, но в целом. А применительно к ингибиторам контрольных точек иммунного ответа, вот напомним сейчас работу Саяпина и с авторов, о которой я уже говорил, где была корреляция с выраженным объективным эффектом, если развивались, значит, признаки гипотириоза. Но, тем не менее, я хочу сказать, такое заключение не может считаться окончательным. Потому что, если мы посмотрим, ну, так скажем, на современную литературу, потому что для этой темы то, что было в 2016 году и то, что в 2019, это разные вещи. И это говорит о том, что что будет в 2021 году, мы тоже не все можем предсказать. Так вот, в работе Чанга 2019 года они пишут, что вот в отношении того, а связано ли это действительно с позитивным объективным ответом, получается так называемый микс резалтс. То есть они не всегда воспроизводятся, вот это улучшение. И действительно, здесь уже говорилось, и некоторые коллеги, которые в аудитории находятся, наверное, знают, что, в принципе, это характерно для таких проявлений, как сыпь и витилиго. Но эндокринопатии, колиты и пульмониты, для них вот связь с позитивным ответом онкологическим не характерна. И тут не совсем ясно, авторы этой работы 2019 года пишут, что не ясно, в чем тут дело. Дело ли в препарате или дело в нозологии, то есть в самом заболевании, или в том числе больных, которое, может быть, было недостаточно. Но за этим надо следить, потому что, когда мы говорим, а каковы маркеры, так сказать, предсказания и ответа, мы тоже самое можем сказать, что является ли, скажем, развитие гормоноассоциированных нарушений каким-то маркером хорошего онкологического ответа. Значит, мы должны задумываться и описывать ту группу пациентов, при которой такой вывод, в общем-то, действительно обоснован, а в какой ситуации, он не совсем обоснован. Теперь я хочу показать второй момент, который ни вчера, ни сегодня не звучал, но для меня он довольно оказался важен, потому что я с ним впервые столкнулся в 2019 году. И он звучит так, что повышение чувствительности к ингибиторам контрольных точек иммунного ответа отвечается по некоторым данным при ожирении. Мы привыкли, что при ожирении онкологические результаты часто ухудшаются. Но это не всегда так, но всё-таки, если мы возьмём такой процесс, как, допустим, рак молочной железы в менопаузе, то избыточная масса тела является фактором, отягощающим онкологические результаты, ухудшающих их. А здесь получается так, что показано, правда, только это на анти-ПД-1 ингибиторах, и главным образом у мужчин тоже интересно, почему, что если имеется избыточная масса тела, вот первая работа, там, 19-го года, Мёрфи и Ланга, то результаты лечения, если есть высший индекс массы тела, лучший результат. Так, что противоречит, как я пишу, стандартным сведениям. На мой взгляд, за этим надо следить. И вот тут упоминался про Льгалимап, там есть, ведь материал, я вот тут ссылаюсь на, как сказать, публикацию в Ютьюбе, представленную Алексеем Викторовичем Новиком. Алексей Викторовичем, я с уважением к этой публикации отношусь, всякого этого самого. Там упоминались 114 больных, которые получали Меракула, чудо-препарат. Так вот, значит, по данным этого сообщения, нежелательные явления проявлялись следующим. Тиреидит в 13%. Но там, вот из той информации, которую я получил, было неясно. А я только что об этом говорил. А были ли антитела к тиреоидной пероксидазе, до начала лечения? Потому что тиреидит, конечно, чаще развивается у тех, у которых уже антитела были до того, как мы начали давать этот препарат. Был гипотириоз в 5,5%. Гипотириоз, как правило, реже бывает. И здесь так было. И повышение ТТГ, вот как вы видите, тиреидит был по данным, видимо, наличия антител к ТПО в 13%. А повышение ТТГ ТТГ в 1,5%. То есть, вы видите, что это подтверждает то, что я говорил. Антитела могут быть, но и лабораторные проявления гипотириоза, и главное, клинические, не обязательно будут проявляться. И, значит, нужно за этим следить. И, поскольку, значит, препаратов все больше, то, конечно, нужно сопоставлять их эффекты на разных контингентах. Здесь, по-моему, вчера или сегодня, вчера звучало, что вот азиатская, что справедливо, азиатская популяция может отличаться от европейской или североамериканской, это на многих примерах ясно, и может различаться при разных новообразованиях, сравнивая опухоли гормонозависимых и гормононезависимых тканей. Вчера говорилось, что вот упоминается в литературе рак молочной железы, прежде всего, трижды негативной речи, идет действительно о раке теломатки, раке эндометрия, хотя там особенности есть, я просто хочу подчеркнуть, потому что мы занимаемся этим вопросом, что если раньше говорилось только о двух типах рака теломатки и рака эндометрия, то теперь говорят, и мы в том числе и публикуемся на эту тему, говорят о четырех типах, и это основано на современной молекулярной биологической классификации. Один из этих типов, кстати, представлен наличием признаков как раз нарушения репарации ДНК, микросателитной нестабильности и так далее. И делаются попытки применять препараты, о которых мы уже второй день говорим, при нейроэндокринных опухолях, например, отезолизумаб, т-центрик, он при нейроэндокринных тоже используется. Теперь уже в заключительной части сообщения, переходя к данным в отношении нежелательных явлений, полученным у нас в центре, но прежде всего хотелось бы сослаться на работу Екатерина Михайловна Анохина, она и автор этого сообщения, и других коллег, которые опубликовали работу в 2018 году применение эпилимумаба у больных диссеминированной меланомой в рамках программы расширенного доступа. Оказалось, что нежелательные явления вообще выявлялись примерно у 30% больных, но гормонно-социальные осложнения в этой работе не обсуждались, но было показано, что выживаемость связана с ролью обнаружения мутаций гена БИРАФ. Но это нередко все-таки об этом пишется, но в более поздней работе те же авторы, Алексей Викторович, Екатерина Михайловна, видимо, авторы, это работа 2019 года, показали, что связи нежелательных явлений с мутацией БИРАФ и с активностью лактат-дегидрогеназа обнаружено не было. Но опять-таки гормонно-ассоциальные осложнения отдельно не анализировались. То есть имеется определенный запас, чтобы об этом говорить. А если анализировать те эндокринные нежелательные явления, то вот приведем несколько результатов, которые были получены при сравнении эпилемумаба и неволумаба в нашем центре. Значит, эпилемумаб использовался только в данном случае в этой группе убальных меланомой, а неволумаб там не только меланома, но и рак почки и карцинома легких. И что тут следует отметить, если говорить о доле больных с эндокринными нежелательными явлениями. Значит, они были чаще при применении неволумаба и потом, на мой взгляд, довольно интересные данные были получены в отношении патологии углеводного обмена. Во-первых, она была не так редко. На эпилемумабе это почти 10%, на неволумабе 7,5%, но разница между этими двумя препаратами была в том, что если на эпилемумабе это выявлялось динова, то есть впервые, то уже на неволумабе при обострении имеющейся патологии нарушений углеводного обмена. то есть тут работа конечно предстоит дальнейшая и с появлением новых препаратов нужно будет на некоторые вещи обращать дополнительное внимание. Теперь вот важный момент тоже хотел бы показать вот это данные нашего центра, когда результаты лечения меланомы, условно говоря, хорошо или плохо имели мумабов, хорошо или плохо в онкологическом контексте, сравнивали с возникновением или невозникновением в ходе терапии эндокринных нежелательных явлений. И под хорошими результатами лечения понимались в одну кучу так сказать, простите за такой жаргон укладывались длительная стабилизация, частичный регресс и полный регресс. Это было все-таки связано зависело от нехорошей жизни в том смысле, что случаев было не так много. Но оказалось, что в случае эпилемомаба хорошие онкологические результаты наблюдаются реже, не чаще. Вот можно было, следуя литературе, ожидать, что чаще они будут. Они наблюдались реже при обнаружении изучавшихся эндокринных нежелательных явлений. Правда, в той литературе, на которую мы ссылались только что, там как раз связь была преимущественно с сыпью и витилиго с кожными проявлениями. А эндокринные нарушения, если помните, там говорилось о том, что изучение связи с ними дает микс резалтс. То есть, они, так сказать, на 100% не повторяются. Так вот, я хочу подчеркнуть, что вот хорошие, в кавычках или без кавычках, при применении эпилемомаба наблюдались реже, если были вот эти нежелательные эндокринные явления. Собственно, это как бы такой, можно сказать, оригинальные результаты, надо собирать материал дальше и смотреть, что получится. А когда речь шла о миваломабе, то оказалось, что хорошие и плохие онкологические результаты наблюдались при обнаружении изучавшихся эндокринных нежелательных явлений с одинаковой частотой. То есть, предварительно можно сделать вывод в ответ на вопрос, который задавали зарубежные авторы в одной из работ, а зависит ли от того препарата, с которым мы работаем. Значит, возможно, здесь зависимость от класса препарата. Может быть, не внутри класса, а от класса. Потому что эпилемомаб принадлежит, как мы знаем, к одному классу, а не умаб к другому. Значит, выводы для краткости не все я назову. Во-первых, ясно, что будет дальнейшее нарастание доли гормоно-ассоциированных нежелательных явлений. Ну, по крайней мере, исходя из той логики, что расширяется спектр препаратов. Теперь ясно, что нужно акцентировать свое внимание не просто на фиксации нежелательных явлений, любых, но в том числе и эндокринных, естественно, а на своевременном выявлении их. То есть, помнить, что такие нежелательные явления существуют, представлять себе, какова может быть их симптоматика и что-то делать для того, чтобы за этим следить, чтобы не попадать в сложную ситуацию. На мой взгляд, пока нет ответов на вопросы о том, а есть ли связь нежелательных эндокринных проявлений с резистентностью к терапии, приверженностью к ней. Это вопрос, в общем, для многих нежелательных явлений остается все-таки открытым. Ну, а из появившихся в последнее время публикаций можно говорить, что обращают внимание на индивидуальные особенности микробиота. Она, кстати, обсуждалась микробиота, был симпозиум, который, по-моему, организовывала Татьяна Юрьевна, он был в рамках Пятого Петербургского онкологического форума, но там преимущественно говорилось о микробиоте желудочно-кишечного тракта. На самом деле микробиота может быть разным. Микробиота может быть, например, внутриматочная, ротовая микробиота и так далее. Поэтому нужно понимать, что, конечно, этот вопрос шире, но там авторы тех работ, которые мне известны, они пытались уже, как часто заглядывают люди вперед, связать результаты применения ингибиторов контрольных точек иммунного ответа с тем, каковы были особенности микробиота. Но с другой стороны, обращать нужно внимание на то, что, когда комбинируют вот эти препараты ингибиторы иммунных точек контрольного ответа, предположим, с известными противоопухолевыми препаратами типа химиотерапии или таргетными препаратами, надо понимать, что все чаще используются препараты, которые тут трудно назвать одним словом, но это, например, метформин, это, собственно, антидиабетический препарат, или так называемые рапологи, то есть, например, эвиролимус, которым принадлежит, и так далее. И на этом фоне могут как возникать комбинации каких-то или проявления разных побочных эффектов, в том числе и гормоноассоциированных, и могут они быть разной степенью выраженности, а иногда могут они как раз ослабевать благодаря использованию таких комбинаций. И, значит, будет еще, видимо, больше новостей, и, как видно, будут они эти новости впереди нас ожидают. И вчера об этом говорилось. Сегодня это может быть как в отношении лечения, так и проявлений эндокринных нежелательных явлений, которые и среди которых есть и более традиционные, ну, например, в том числе те, о которых давно говорится, тереоидные, гипофизарные, связанные, так сказать, но это, я говорил, все это неправильно говорить, что это надо связывать с поджелудочной железой. Ну, пусть сегодня это звучит так, с надпочниками и парасхитовидными железами, хотя с парасхитовидными, как я уже сказал, реже. И в прошлом году говорил о том, хотя за этот год не накопилось новых данных, что, в принципе, если исходить из того, какие бывают еще аутоиммунные эндокринные патологии, то это может быть афорит с выпадением функций яичников, хотя пока мы не видим описания таких случаев, и есть единичные случаи описания аутоиммунного архита, тестикулярного выпадения функций благодаря вот этим вот вещам. И поскольку количество препаратов расширяется, я хочу обратить ваше внимание, что в основном оно расширяется за счет ингибиторов PD-1 в большей степени, которые чаще вызывают нежелательные явления, и тоже достаточно часто за счет ингибиторов PD-L1. А, например, препараты, которые связаны с влиянием через CTLA-4, появляются редко, и, например, 3-миллимумаб, который, в общем, предлагался для мезотелиома и ряда других на образовании, все-таки пока не утвержден. Хотя, если говорить, так сказать, исходя из логики, вполне возможно, такие препараты тоже, безусловно, нужны, они могут пригодиться и для комбинаций, и, может быть, для сочетания с препаратами других групп. И последнее, что я хотел сказать, спасибо Натали, которая приютила нас, и, возможно, будет и дальше еще оказывать услуги по приюту. Спасибо за внимание. Продолжение следует...